Елена Пронченко стала волонтером около восьми лет назад, поэтому и нашим бойцам она помогает с первого дня специальной военной операции. Отряды Доброгорный и Гуран, участницей которых является Елена, собирал и снабжал мобилизованных забайкальцев с головы до ног. Сначала делали это здесь, в тылу, но потом поняли, что ребятам они нужны и там, за ленточкой. Собрали два вагона груза и с большим страхом и огромным желанием помогать, четыре стойкие женщины отправились на Донбасс. Условия были никакие, можно так сказать. Если честно, так говорите, мылись мы очень редко. Вода была только для умывания лица, ну там зубки почистить, скипятить чайник, потому что вода была вся бутылированная, которую ты купил, принёс. А когда приехали к ребятам на позицию, там, конечно, у ребят ночевали на позиции, ну там кормили, там уже и помыться дали, и всё. Поэтому условия были сложноватые, ну терпимые. Мы знали, куда мы ехали. Тогда за ленточкой они провели всего три дня. Тут волонсёры увидели, какая помощь конкретно нужна бойцам, определили, в каком направлении идти дальше. Но самое главное – пришло осознание важности своей работы. Поэтому останавливаться на одной поездке они не стали, и уже в апреле вновь отправились на фронт с многотонным грузом. Во второй раз ехать уже было не так страшно, ведь там ждали настоящие защитники. В первую очередь они защищают тебя. Ну, естественно, когда ты едешь на позицию, они обязательно надевают доню жилет и каску. Я ещё смеялась, говорю, мне неудобен этот доню жилет, эта каска мне не к лицу. Я там начинаю смеяться с ними, они говорят, это надо, это обязательно, без этого ты не зайдёшь сюда на позицию. Разбор груза, работа на складе, отработка заявок и доставка необходимого. Так выглядят будни волонтёра на фронте. Помогают и мирным жителям, не страшась обстрелов и прилётов со стороны противника. Бойцы даже специально экономят своё продовольствие, чтобы поделиться им с простыми людьми. А те благодарят в ответ. Они также помогали им в первые дни продуктами, сигаретами особенно, да, ребята, говорят, у них же не было ни денег с собой, ничего, да, они всё это им снабжали, помогали, предоставляли потом жильё, укрытие предоставляли, одежду, всё давали. И они говорят, для нас Забайкалья теперь родной. Когда встал вопрос о третьей поездке, Елена поняла. Душой она вся на Донбассе. Снова собрали гуманитарку, снова готовились к поездке, но изменилось одно – уезжала только она одна. Близкие понимали, что Елену бесполезно останавливать, поэтому просто поддержали. Сама она ушла с работы и уехала на Донбасс. Все посылки Забайкалья встречала и передавала сама лично. Они там напишут, положить это, это, я им наложу, а когда они приходят и сами видят, что им нужно, и спрашивают, а можно вот ещё это, можно? Конечно, можно. Сколько нужно тебе, столько времени. Но они всегда, опять же, возвращаясь к термину по-братски, они говорят, нет, вот зачем мы возьмём много, когда нужно другим, мы по-братски поделимся. Либо они там взяли и сказали, так, мы тем ребятам, кто рядышком стоят, по-братски отдадим. За эти полгода бойцы стали для Елены родными, но и чужими они для неё никогда не были. Все они свои, наши. Песенка, такой позывной Елене дали ребята, рассказывает. Воспоминаний много, и даже если не всё удалось запечатлеть на камеру, то из памяти это не уйдёт никогда. Накануне Елена Пронченко вновь поехала туда. И в этот раз уже больше, чем на полгода. Евгения Петина, Антон Носов, РТК Забайкалье.